Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать организаторов, участников и гостей Пятой Международной научной конференции «Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири», которая посвящена 160-летию Николая Фёдоровича Катанова. Проведение столь представительно-научного и общественного форума в Бакане несомненно является большим событием в научной, образовательной, культурной и общественной жизни Республики Хакасия, а также в целом Российской Федерации. 2022 год является знаковой датой в истории Казанского университета, связанной с 160-летием со дня рождения выдающегося российского учёного-востоковеда известного общественного деятеля Николая Фёдоровича Катанова, верного сына хакасского народа. На рубеже XX века в Казанском университете российская террикология продолжила активно развиваться, получив под руководством Катанова научного стремления по широкому кругу вопросов – древние и современные языки и литературы тюрков, археология, этнография, история тюрков и монголов, музейные дела и восточная библиография, религии и культы, народные церковные календари и т.д. Обладая незурядными способностями, он в значительной мере обогатил отечественную ориенталистику и особенно тюркологию, войдя в историю в качестве первого хакасского национального учёного-просветителя. Богатейшее наследие Николая Фёдоровича ещё в значительной мере требует более глубокого исследования и осмысления. Заметное место в его научной деятельности занимало изучение тюркских народов Евразии. В 1903 году он зачтил диссертацию «Опыт исследования урянхайского языка», которая принесла ему всемирную известность и признание и по праву вошла в Золотой фонд мировой террикологии. Исследование Катанова – труд первостепенной научной важности, сохранивший своё научное значение поныне. В 1907 году докторскую степень Катанова присудил Императорский Казанский университет. Учёные заслуги Николая Фёдоровича признаны многими зарубежными обществами, избравшего его действительным членом – Международного общества наук и литературы в Бельгии, Венгерского этнографического общества в Будапеште и Гельсенфоргского финно-угорского общества. Профессор Николай Фёдорович Катанов вёл активную общественную деятельность. Особое значение имело его участие в трезвенническом движении, бескорыстным адептом которого он оставался до последних дней своей жизни. Вся жизнь Николая Катанова, учёного-терколога, была посвящена большой науке и делу просвещения. Своей научно-исследовательской, педагогической деятельностью и большой общественной работой Николай Фёдорович доказал преданность Родине, верность гуманистическим идеям народов России и Казанского университета. Современные поколения учёных помнят о великом тружинке науки, ценят его вклад в развитие прогрессивной общественной мысли и учёных Казанского федерального университета гордятся им как первым выходцем с земли Хакасской, продолжившим путь в мировую науку. Именно благодаря его неустанному труду по исследованию народности Сибири, по Волжье и при Урале, сегодня мы можем иметь чёткое описание культурных традиций, верований, языка и фольклора тюркских народностей. Наша задача не просто сохранить это наследие, но и приумножить его. Личность и наследие Катанова служат примером гражданского, патриотического воспитания молодёжи, а его имя вписано с золотыми буквами в летопись истории Казанского федерального университета, истории и культуры народов Российской Федерации. От лица Казанского федерального университета, преподавателей, научных сотрудников, поздравляю с замечательной юбилейной датой и приглашаю участников научных конференций к активной совместной работе. Надеюсь, что научный гуманитарный форум учёных общественности Республики Хакасия придаст новые импульсы в развитии и углублении нашего сотрудничества. Уверен, что работы Международной конференции, посвящённой 160-летию со дня рождения профессора Николая Катанова, будут содействовать изучению и популяризации общего уникального цивилизационного и историко-культурного наследия народов России и Евразии. Искренне желаю участникам форума плодотворных дискуссий, а её организаторам новых совместных проектов.